Меня зовут Мария Нинашева, я руководитель проектов 1С и также выполняю роль аналитика по направлению документа оборот, по управлению торговлей, то есть вот в основном это две системы, но еще ERP, те системы, на которых я работаю, есть большой практический опыт, постараюсь рассматривать со стороны практической. Тема у нас еще раз обозначить первоначальный настройка новой базы управления торговлей 11. План вебинара вы сейчас видите перед глазами, как мы с вами пойдем. Сначала мы поговорим об общих возможностях системы и интерфейсной части, в том числе по настройке интерфейсной части тоже поговорим. Там бывает много вопросов, и хотя кажется, это такая элементарная тема, такая вроде бы, и на нее уделяют мало времени, но на самом деле она очень сильно упрощает жизнь вашим пользователям. И далее уже поговорим про конкретно настройку системы, что мы настраиваем в новой базе, на что важно обратить внимание. И в том числе мы поговорим, что нужно вам сделать, какие манипуляции проделать, подготовиться к тому, чтобы настраивать новую базу. Потому что очень часто, особенно собственники, пользователи-то они работают в системе, а собственники не всегда понимают потом боли пользователей, когда начинаются от того, что изначально что-то в настройке не предусмотрели. Вот на эти моменты я постараюсь обратить внимание. У нас сейчас вот по свежим следам, только недавно буквально проект завершился. Мы сразу скопом переводили несколько компаний с десятки на одиннадцатую. То есть это такая некая связанная в франчайзе партнеры одной торговой компании. Мы их сразу скопом переводили, увидели столько болей, что как раз постараюсь привести все эти примеры. Так, а скажите, пожалуйста, вы сейчас кто-то может уже использует УТ-11, кто-то, возможно, в процессе перехода, а кто-то планирует. Вот напишите, пожалуйста, в какой стадии вы сейчас находитесь, чтобы я понимала максимально кому что будет интереснее по вопросам, на что нужно сделать фор. Переходим, используем, либо планируем. Переход с десятки, это то, что вот я вижу, что есть люди, кто использует, кто планирует. Вот если вы работаете на десятки, это как раз для меня самая-самая живая тема, с которой мы сейчас столкнулись. Хорошо. Тогда начнем сейчас вообще в общем, что у нас представляет из себя управление торговлей одиннадцать. Это прикладное решение, которое комплексное, оно позволяет охватить максимальное количество процессов организации по управленческому учету. То есть это начиная от планирования, обстановки целей предприятия, прогнозы, уточнение всех показателей, планирование показателей, ограничения, требования. Также позволяет автоматизировать взаимоотношения с внешними партнерами, внешним окружением, маркетинг, казначейство, продажи, закупки, складская деятельность. Совершенно точно покрывает именно эта система. И также система позволяет осуществить в дальнейшем мониторинг финансово-хозяйственной деятельности и производить анализ результатов деятельности, которую мы отражали в системе. Вот анализ результатов деятельности и последующее уже планирование с этим учетом позволяет у нас сделать система. Система не всегда и не все используют все блоки в системе. То есть бывают случаи, когда, допустим, склад ведут в какой-то другой ВМС-ком системе, такое тоже имеет место быть. Поэтому как раз если вы планируете переходить на Т-11, если вы планируете автоматизацию, вы должны четко определить контуры, которые вы будете покрывать системой, что вы будете использовать, а что вы не будете использовать. Тут важно, очень важно при запуске любой системы понимать, вот прям четко понимать, где какие процессы вы будете покрывать ей, где какие процессы вы будете закрывать чем-то другим, и при этом понимать, чем вы будете закрывать другие задачи. Допустим, если вы внедряете документы оборот, вы должны понимать, что это будет интеграция, как вы потом будете интегрироваться. То есть переход нужно планировать совместно с согласованием остальных факторов, остальных систем. Если у вас есть сайт, вы должны понимать, как потом будет происходить интеграция с сайтом. Если у вас есть ВМС-система, вы должны понимать тоже, как вы будете интегрироваться, и от этого будет идти у вас изначальное планирование вашего перехода, вашего внедрения в систему. Как у нас, ну тут уже более момент такой технический, как у нас происходит первый запуск программы, что мы там будем собственно настраивать. То есть, допустим, вы определили, какие процессы вы будете покрывать, провели обследование своих процессов, и вот пришел тот день, когда база у вас установлена, и вам нужно ее запустить. Сам запуск системы мы сейчас не воспроизведем, потому что она у меня уже установлена, поэтому я разместила скрины. То есть, при запуске системы у нас происходит, сначала у вас выходит окно начальное заполнение данных. Здесь заполняются предопределенные данные в системе, это нормально, стоит немножко подождать, и далее вы уже сможете с системой работать, она будет готова к эксплуатации. Дальше у вас обязательно выйдет окно подключения к интернет-поддержке. Что такое подключение к интернет-поддержке? Есть такой обязательный договор для профверсии программных продуктов. Для базовых продуктов вы получаете бесплатно обслуживание системы, вы получаете обновление. То есть, чтобы получать обновление, чтобы у вас работали сервисы, которые осуществляют свою работу при условии получения какой-то информации извне, допустим, как сервис 1С-контрагент, автоматическое заполнение реквизитов, какие-то иные сервисы, вам обязательно нужно подключиться к интернет-поддержке. Бывают такие вопросы, обращаются клиенты в компанию и говорят, вот у нас не работает, вроде мы все оплатили, а у нас не работает какой-то сервис. Очень часто, ну, подавляющее большинство проблем, именно с тем, что либо нет включения к интернет-поддержке, не введен логин, пароль, либо, допустим, не продлен договор у версии проф, у программного продукта, кому этот договор нужен. Вот в первую очередь стоит это проверить, нужно обязательно, чтобы подключение к интернет-поддержке было. Ну и также можно и в дальнейшем процессе уже эксплуатации системы ввести этот логин, пароль. Эти данные вам предоставляет та компания, которая вам продает программный продукт. Если они утеряны, то могут восстановить, поэтому смело обращайтесь за данными для интернет-поддержки в свою обслуживающую компанию, если вы ее не знаете. Ну и, в общем-то, если вы не можете найти, кто вам продавал программу, либо связи нет, то вы можете к любому обслуживающему партнеру обратиться, и вам с этим помогут. Далее, скажите, там понятно по этой теме? По первому запуску. Супер. Теперь переходим к начальной странице. Что у нас выводится на начальной странице? И вот в этот момент мы уже можем перейти в нашу систему и будем смотреть на системе, что у нас здесь происходит. Сейчас мы зашли под админскими правами, под пользователем, администратором, Тодор Борис Михайлович, в систему управления торговлей, редакция 11. Что мы здесь видим? Мы здесь видим меню разделов с левой стороны. То есть это то, что умеет те функции системы, которые она выполняет. Мы видим меню разделов главное, где задачи, почта и основные разделы, с которыми работает пользователь. Далее идут уже блоки. Планирование. Все, что касается планирования запасов, планирования продаж, отчетов по планированию. Все у нас происходит в этом блоке. СРМ-маркетинг. Это все, что касается взаимодействия с нашими, с внешней средой и с маркетингом. То есть это наши клиенты, это наши соглашения, сегменты клиентов. Это все, что касается скидок наших, сделок с клиентом. Все у нас происходит здесь. Ну и, конечно же, отчеты по сервису маркетингу, они находятся у нас в этом блоке. Продажи. Все, что касается продаж и клиентов, которым мы продаем. Также здесь есть блок по розничным продажам. Если используется кассовое оборудование, то здесь вот как раз-таки рабочее место кассира. Закупки. Блок про закупки. Соответственно, склады, доставка. Все, что у нас касается отчетов по складу. Все, что касается у нас обеспечения потребностей, товародвижения, хранение товара. Все это у нас в блоке склад и доставка. Казначейство. Это все, что у нас касается платежей, приходников, расходников. Эквайринг у нас здесь тоже находится. Блок. Финансовые результаты и контролинг. Это у нас работа с финансами, отчеты по финансовому результату. Товародвижение между организациями здесь учитывается. И тот блок, который мы максимально будем сегодня затрагивать, это НСИ и администрирование. Вот не весь функционал может быть нужен каждому вашему сотруднику. Это вещь настраиваемая. То есть мы можем вывести те блоки, которые сотруднику нужны, с которыми он работает. Допустим, если это отдел продаж, можно оставить продажи. И тому, кто работает с CRM-маркетингом, вывести маркетинг, другие пункты убрать. То есть это при первоначальной настройке системы пользователей как раз таки делается. Мы сейчас подробнее рассмотрим, как это настраивать. Далее у нас находится вот здесь панель инструментов. То есть стандартные инструменты сохранить, если у нас открыт документ, печать, если открыт документ, предварительный просмотр. Здесь же мы можем перейти по ссылке либо получить ссылку. Для чего используется ссылка? Чтобы вы не объясняли другому сотруднику, как ему найти некий элемент системы, отчет, документ. Вы можете скопировать ссылку на него, направить по любому каналу связи, вставлять ссылочка и переходить. Ну, бывает, что сталкиваешь, что пользователи не знают этот момент. Он очень удобный. Вот мы, допустим, копируем на текущую страничку ссылочку. Вот встроенный калькулятор, встроенный календарь у нас здесь располагается. Причем здесь мы тоже можем добавить или удалить кнопки, которые мы используем. Вот у нас настройки, которые у нас есть сейчас. То есть если у вас пользователь использует какую-то функцию чаще, то ее можно вывести на эту панель и будет пользователь гораздо удобнее. Тут же у нас есть функции «Показать вместе с другим», показать, так, сейчас, секунду, продемонстрируем, как она будет выглядеть. Если, допустим, у нас открыты две странички, секунду, пускаем наших гостей, то мы можем либо их сразу вместе показать на экране, либо даже закрепить вот так. То есть у нас мои задачки сейчас закреплены, и мы сразу видим еще и начальную страницу. То есть вот эта кнопка, она у нас позволяет работать одновременно сразу с двумя окнами и закреплять окна. Тоже не все знают, не все пользуются. Вот лайфхак тем, кто не пользуется. Далее у нас указан пользователь, которому мы работаем, всегда можем проверить. И отсюда же мы завершаем работу. Вот всю информацию о программе, в которой мы сейчас работаем, о базе мы можем получить здесь. Здесь полный релиз платформы мы видим, описание конфигурации, наименование нашей базы, в каком режиме мы находимся, в каком каталоге лежит наша база, описание приложения, как мы работаем, в каком режиме пользователь дали информацию о лицензии. То есть если у вас спрашивают техническую информацию о вашей базе, вы можете ее посмотреть по вот этой кнопочке информации. Далее, что мы можем еще настроить? Первое, куда нужно для настроек пройти, это наше основное меню настроек. Разберем сначала сервис, параметры. Что включается здесь? Здесь включается ваш внешний вид, интерфейс такси. Вот то, что мы сейчас используем, тот вид, который вы сейчас видите, это называется интерфейс такси. В более ранних версиях вы видели другой интерфейс, такой удобный в плане настроек. Здесь у нас интерфейс полностью настраиваемый, и 1С рекомендует включать именно его. Далее, тут больше такие технические моменты, техническая настройка, отладка и отображение показателей производительности. Нам важно поставить галку на команду, отображать команду все функции. Для чего нам нужна команда все функции? Вот то, что я говорила, что мы можем некоторым сотрудникам, некоторым пользователям вывести какие-то блоки, какие-то убрать. Получается, что некоторые элементы системы будут просто не в зоне видимости пользователя. При этом иногда требуется зайти в какие-то регистры или какие-то документы, отчеты, которые не в зоне видимости пользователя. Вот как раз кнопочка все функции. Вот мы переходим по главному меню и меню настроек. И здесь у нас есть кнопка все функции. Здесь мы видим все объекты системы, то есть даже те, которые у нас не выведены в основное меню. Поэтому эту настройку тоже следует сразу сделать. Далее, что у нас еще настраивается визуально? У нас есть настройка панели разделов. Здесь уже мы в пункте меню вид, так как мы настраиваем внешний вид системы, как мы ее будем видеть. Здесь настройка панели разделов. Вот то, о чем мы говорили. В данный момент из всех доступных разделов у нас выведены все выбранные разделы. Чтобы нам убрать какой-то раздел, мы просто его убираем, перетаскиваем в поле доступные разделы, отсюда он у вас исчезнет. Это делается для того, чтобы не перегружать информацию ваших сотрудников. Если какой-то функционал не нужен сотруднику, то и не нужно его показывать. В любом случае, в любой момент вы его можете вывести. Тут больше концентрация будет на нужное. Ну и визуально, чтобы не перегружать, допустим, меньше места занимала у вас эта панель, вы можете сделать, допустим, картинку, либо просто текст, либо текст под картинкой, кому как нравится. То есть, эта настройка тоже доступна. Теперь также в пункте меню вид мы можем настроить саму начальную страницу. То есть, то, что мы видели. Сейчас я покажу, как у нас сейчас выглядит, чтобы вспомнить, что это такое. В данный момент у нас на начальной странице расположены мои задачи, взаимодействия, мои заметки, новости 1С и текущие дела, в которых, ну, также в настройках, вот настроено, что у нас включено в текущие дела. Мы можем тут устанавливать те пункты, которые нам интересны, и убирать то, что нас перекружает и дает нам лишнюю информацию. Вот. В то же время, то, что у нас помещено на начальной странице, мы тоже можем корректировать. Причем мы корректируем по колонкам. Вот мы видим колонку. Текущие дела. Вот они, наши текущие дела. Новости. Вот они, наши новости. То есть, нехитрыми движениями руки мы можем из доступных форм выбрать все, что нам нужно, и убрать то, что не нужно. Ну, то есть, убрать обратно из колонок, перетащить. Вот. Допустим, вот так мы взяли и все перетащили. У нас в левой колонке ничего не будет. Мы сейчас посмотрим. Оп. Все. Вот у нас все исчезло. То есть, таким образом выглядит начальная страница. Вроде бы мелочь, но очень сильно может отвлекать от дел повседневных сотрудника. Чего-то вот я тут вывела на начальную страницу. Она у нас сразу поменялась. Вот. В зависимости от задачи сотрудника, его фокус вы можете смещать. Ну, вот. Настроила. Будет загружаться будет сто лет. Также есть удобная настройка панелей. То есть, как конструктор, просто берете, перетаскиваете, допустим, панель разделов, панель инструментов куда-то, перетаскиваете, либо устанавливаете стандартные настройки. Для чего нужно, если работаете сразу с несколькими системами, там бывает в графике работают, в каких-то удаленных подключениях, постоянно работают на разных рабочих столах удаленных, при этом локально есть 1С установленная. Ну, вот у меня такая ситуация была. Мне было очень неудобно. Панель открытых окон сверху, потому что у меня постоянно другая программа закрывала панель открытых окон. И когда нетбук тоже очень удобный, маленький экран, нужно располагать так, как вам нужно. Тоже не такая сложная настройка, но очень функционально получается. Так. У нас коллеги еще подключаются. Как много сегодня задерживающихся людей. Ну, я думаю, что с визуальной частью мы проговорили. Сейчас посмотрю чатик. Вот я вижу, пишите, а можно про настройки, которые про функциональность? Конечно, мы к ним перейдем. Конечно, конечно, мы к ним обязательно перейдем. Заявлял и визуальные, и интерфейсные настройки, и про функциональность. Так. Если есть вопросы по визуальной части, мы достаточно подробно поговорили, то вопросики можете также в чат писать. Мы потом их разберем. Хотелось бы, да, конечно, на функциональную часть больше сделать упор. Настройки системы функциональной части у нас происходят в инсе администрирования. И куда мы с вами переходим в первую очередь, это у нас общие настройки системы. Тоже задерусь на этом моменте. Вот у нас написано, видите, вот здесь методическая база. Здесь установлено именно это название. То есть если у вас есть несколько баз, название базы устанавливается именно в общих настройках системы. Тут же мы указываем адрес, если у нас публикуемая наша информационная база, либо в нашей сети, либо в сети интернет, то прописывается адрес именно здесь, в общих настройках системы. Виды контактной информации. Тоже была задачка у нас недавно, не устраивала у нас одного клиента к составу контактной информации в справочниках. Вот здесь ее можно скорректировать. То есть это делается в пользовательском режиме. Это можно скорректировать. Вот дополнительные реквизиты и сведения можно установить, если это требуется. Но это можно делать не только на старте работы, но знаете, что оно здесь находится, и оно здесь есть. То есть к объектам программы мы можем добавлять дополнительные реквизиты. Историю изменений. Историю изменений мы можем либо включать, либо хранить, либо не хранить. Включаясь в хранение истории изменений. Вещь полезная. При этом надо понимать, насколько вы готовы отдавать под это ресурсы. То есть если вы готовы к тому, что у вас база будет разрастаться, то можете включать. Если не готовы, и экономите пространство, то, конечно, это вам не на руку сработает. И полноценный, ой, полнотекстовый поиск данных здесь тоже настраивается по тем критериям, которые вам необходимы. Это у нас идут общие настройки системы. Тут же интернет-поддержка и сервисы. То есть у вас вначале вы вводите интернет-поддержку сервиса, интернет-поддержку, логин, пароль. Здесь вы можете и в дальнейшем подключить интернет-поддержку. Есть отдельный блок, где вы можете это сделать. Если вы изначально сразу при настройке не сделали, или что-то потерялось, что-то нужно поменять. Дальше мы переходим, наверное, к самому интересному, самому такому важному проболе. Это настройка НСИ-разделов. Как мы сталкиваемся очень часто. История следующая. Мы купили программу, мы посмотрели, вроде бы понимаем, как работают наши процессы, вроде бы понимаем, как работать, взяли, включили, заполнили справочники и пошли работать. Вот система управления торговлей, 11-я, очень умная система. И здесь находится очень много настроек, которые изначально специально выключены. То есть, если система обладает большим набором функциональностей, это не значит, что нужно включать все. Это значит, что нужно четко понимать, какая из этих функциональностей подойдет именно вам. Потому что, если не включить полезную функцию, то вы, конечно, потеряете время и деньги, потому что эта функция вам даст упрощение, какой-то процесс выстроит ваши процессы. При этом, если вы включите то, что вам не нужно, вашим пользователям будет гораздо сложнее работать в системе, заполнять лишние поля, делать лишние действия. Поэтому нужно четко понимать, что вы будете использовать, что вы не будете. И прямо вот начнем с первого. Это управление параметрами организации валютного учета. График работы предприятия, конечно, нужно сначала заполнить рабочий календарь. Очень многие ошибки в системе происходят, когда график работы предприятия не заполнен. Прямо вот постоянно сталкиваемся с этими вопросами. Обязательно эту кнопочку надо нажать и заполнить все, что необходимо. То есть, как у вас тут по неделям будет, по циклам, в какие-то определенные, какой-то определенный цикл заполнения. Учитывайте вы праздничные дни либо не учитывайте, как у вас график выстраивается. И заполнение рабочего дня тоже очень важно. Короткий день, когда у вас за основу берется, следует указать производственный календарь Российской Федерации. Но это как данность, это нужно запомнить обязательно и не забыть. Далее. Вот тут начинается самое интересное. Несколько организаций. Что это такое? Если у нас в системе, если у нас есть несколько юридических лиц, которые работают в структуре нашего предприятия, то обязательно следует указать несколько организаций. так мы сможем правильно оформить заведение наших юридических лиц и оформлять потом операции. Допустим, те же передачи между нашими организациями товаров мы сможем делать и правильно организационно завести наши организации. Подразделения. Возможность учета в разрезе подразделений. Возможность учета в разрезе подразделений позволит вам вести, во-первых, правильно отразить свою структуру предприятия. Во-вторых, позволят, допустим, те же документы с помощью префиксов отделять подразделения. Но это, к примеру, как одна из функций, которая доступна. То есть, если у вас есть подразделение, но вы не поставили эту галочку, половину функций полезных вы использовать не сможете. Нужно четко понимать, нужны вам они или нет. Есть ли у вас обособленные подразделения на балансе? Раздельная операция закупок и продаж для управленческого и регламентированного учета. Вот это тоже очень важно. Есть ли у вас операции, которые вы не отражаете в рекучете? Это очень тонкий момент, который на старте нужно понимать, как вы это будете делать. В десятке была совсем другая история с отражением операций, которые у вас не проходят по бухучету. И такие вопросы тонкие необходимо на старте обсуждать с командой, которая у вас систему внедряет. Внутренняя ли это команда, либо привлеченная. Вы четко должны понимать, как будет происходить этот процесс, потому что он связан с контролирующими внешними структурами. Нужно понимать, как у вас будет все отражаться и как это правильно оформлять. Вот эта галочка, она маленькая, такая неприметная, но очень важная. классификация задолженности и настройка вариантов классификации задолженности тоже необходимо понимать, по крайней мере, будут ли у вас разные варианты классификации задолженности. Следующая важная настройка, крайне важная, это валюты. То есть, как обычно происходит. При внедрении системы, говорят, мы используем только одну валюту и настраивают все, дальше ни вправо, ни влево. Тут вот нужно понимать деятельность своей компании, немного вперед, понимать, что вы будете использовать в ближайшее время, как будет работать ваша компания, как планирует. Потому что, если вы сейчас валюты не установите, допустим, введение нескольких валют, то в дальнейшем это сделать будет крайне сложно. И не рекомендуется это делать. То есть, это нужно сразу учесть. Иначе у вас все суммы в учете, они поедут. По вкладке предприятия мы разобрали. По префиксам мы уже будем подробнее. Кстати, ваш вопрос очень интересный. Если вы хотите именно по подразделениям посмотреть, как это делается, то обязательно мы с вами свяжемся. Когда менеджер свяжется, можно прям встречу назначить. Это у нас из чата был вопрос от Дмитрия. Недавно делали мы префиксы. Так, следующее, что у нас по настройкам. это номенклатура. То есть по предприятию мы определились. Важно понимать, какая у вас структура организации, сколько у вас организаций, подразделения, какую валюту вы будете вести, как у вас строится валютный учет. То есть у вас будет одна, несколько валют. Далее у нас идет настройки номенклатуры. Ох, эта система та еще по настройке номенклатуры. она очень часто ее недооценивают. В управлении торговли 11 принципиально разная, отличная десятки принципов ведения учета номенклатуры. И она очень наполнена функциональностью, не факт, что вам это нужно. здесь нет папок, здесь есть виды номенклатуры. То есть если там вы как папку складывали просто в стопочку вашу номенклатуру, здесь принципиально другой подход. Виды номенклатуры, они собирают в себе свойства и характеристики той номенклатуры, которую вы туда будете определять. Это не папки, это некая классификация, набор номенклатуры с характеристиками и свойствами. И нужно понимать, будете вы использовать виды номенклатуры, как вы будете это использовать, для чего вам это нужно. Потому что когда пользователь работает в системе, он четко должен понимать, что это такое, иначе будет куча полей, которые он будет не понимать, как заполнены. Здесь важно понимать, наборы номенклатуры при продаже вы используете или нет. Допустим, когда магазин бытовой химии получает единицы и потом формирует их наборы, либо там в кондитерке формируют какие-то наборы и продают уже в наборе. Можно привести очень много примеров, когда у вас собираются комплекты, наборы товаров, нужно ли это или нет. Многооборотные товары используйте, не используете, потому что если вы включите, не используете многооборотную тару, но включите этот функционал, тоже вам пользователям работы добавится. Характеристики номенклатуры. Скажите, кто работал, кто сталкивался с характеристиками номенклатуры? У нас уходят на обучение пользователей на начальном этапе, когда начинают эксплуатировать систему, от месяца наверное до полугода научить пониманию пользователей, что такое характеристики, как их правильно вести, все нюансы по заведению характеристик обычно, особенно после десятки, пользователи очень сильно путаются. Поэтому здесь нужно, как мы делаем, мы обычно изучаем сначала процессы, выписываем варианты, как можно, допустим, в обуви, когда у нас есть размерные ряды, есть цвет, и при этом широкий модельный ряд, то здесь наверное без характеристик не обойтись. Характеристики серии нужно вести, а если же у вас какие-то простые товары и у вас нет такой необходимости, то, конечно, максимально нагрузку внимания на пользователей нужно снизить, потому что количество полей заполняемых приумножается, пользователи пишут не в отдельные характеристики начинают, где-то в наименовании, где-то в характеристиках писать, ну, в общем, это очень больная тема, те, кто это ведут, скорее всего, вот я вижу уже, Лев Сергеевич написал, что это жесть, хотя те, кто еще не столкнулся, они почему-то думают, что это легко и просто, у нас был прямо отдельный вебинар по номенклатуре, по заведению номенклатуры, мы там разбирали понятие, что такое виды номенклатуры, что такое иерархия номенклатуры в 11, что такое есть характеристика, что такое есть серия, и еще есть дополнительные реквизиты, то есть это целая куча, целый ряд вещей, которые нужно понимать, и что они означают изначально, и нужно ли оно вам. советую очень посмотреть вебинар отдельно по номенклатуре, по характеристикам, если вы планируете переходить на УТ-11 и понять для себя вообще вам это нужно и в каком объеме, но лучше, конечно, если вы проводите сначала обследование, прописываете, что вы автоматизируете, прописываете функциональные требования конкретно, что должно получиться на выходе и принимаете решение, что вы используете, а что не используете. Единицы измерения веса это классификатор, который настраивается, тоже очень важный тонкий момент, который нужно при настройке, на который обратить внимание. Ну и дальше уже идет контроль уникальности рабочего наименования, что бывает тоже важно, нужен вам этот контроль или не нужен, насколько это для вас критично. Контроль уникальности номенклатуры характеристик по сочетанию с значением реквизитов это уже вот такие тонкости, которые тоже на обследовании мы обычно выявляем, что нужно, что не нужно. Сегменты номенклатуры, нужно вам это использовать или не нужно, тоже это нужно понимать по сложности вашего взаимодействия с вашими клиентами. То есть здесь можно объединять сегменты по условиям соглашений, по условиям скидок на ценах, насколько у вас сложная система разограничений по вашим клиентам, либо у вас у всех одинаковые условия и вам в принципе оно не нужно. Настройка поиска и подбора здесь больше для ваших пользователей понимания, как им будет удобно. И дополнительная информация номенклатуры поставщиков, будет ли она использоваться при отражении операций, сертификаты номенклатуры, то есть это уже такие вот моменты тонкие, на них на все нужно обратить внимание и получить ответы, как у вас в системе будет вестись до того, как вы начинаете работать с номенклатурой, потому что если вы будете работать, начинать работать по одним настройкам, поймете дальше, что вам нужно работать по другой системе, усложнять, то это будет дополнительно аналитическая работа, как это все переводить уже на работу по новым принципам. Номенклатура очень сложная тема, на нее очень не всегда обращают должное внимание, поэтому вот прошу особое внимание уделить. Следующий пункт это у нас планы продаж, их используют не всегда, если вы используете, принимаете решение по планированию, что вы будете использовать этот функционал, то у нас даже есть сезонные коэффициенты, которые вы можете использовать, планы сборки, разборки, планы закупок, в это тоже нужно погружаться и нужно понимать, что у вас должны быть сотрудники, которые этому должны быть обучены и это использовать. Нужно ли оно вам? Важный пункт CRM и маркетинг. Вот прям тоже самая боль-боль, наверное, наши коллеги так, Лев, вижу, что просите в чате, чтобы ссылочку прислали по характеристикам, вот вас там будут менеджеры потом прозванивать всех, кто участвовал и рассылка будет. Прямо в ответ можете написать иск вебинаров, которые вам интересны, потому что они у нас на сайте на ютубе размещены, там и мои есть вебинары, еще другие специалисты читали, потому что возможно вам еще некоторые вебинары будут интересны, как например вебинар про партнеров и контрагентов. Это очень больная тема, вот она наверное примерно одинаково по боли с номенклатура и введение раздельное партнеров и контрагентов. блок CRM и маркетинг это все, что касается ведения наших взаимоотношений с нашими партнерами и маркетинга. Вот эта незаметная галочка независимой вести партнеров и контрагентов она крайне важная. Почему? У Т11 научилась вести работу с группами компаний со сложными структурами наших партнеров. В чем раньше была проблема? Допустим у нас есть торговая точка куда клиент которому мы продаем у него есть одно юридическое лицо и 10 торговых точек куда мы возим товар. И их нужно как-то в нашем справочнике разделить при этом и чтобы некоторые связи у нас оставались то есть у нас единые условия продаж допустим у всех этих торговых точек при этом разные адреса доставки но есть там еще какие-нибудь нюансы бывают случаи когда у нас наоборот есть один наш партнер и у него есть 10 юридических лиц на одной юрлицу он грузит определенные товары другие грузит другие группы товаров допустим он оптимизирует налоги либо по каким-то другим принципам допустим алкоголь на одном юрлице есть лицензия по алкоголю продукт питания он грузит по другому юрлицу потому что это более оптимальное решение и как их правильно связывать как связывать и юридические рекламентированные документы как связывать взаимоотношения там скидки цены торговые условия все это предусмотрено именно системой ведения партнеров и контрагентов то есть вот Т-11 у нас разделили юридическую сущность юридическое лицо с которыми мы закрываем документы и разделили сущность управленческую то есть физически партнера с которым мы ведем взаимоотношения причем здесь у нас идет структура многие к многим могут быть разные ситуации это очень большая тема мы точно также у нас был отдельный прям вебинар по этой теме и насколько мы получили обратную связь даже часа нам не хватило разобрать эту тему мы ее будем разбирать еще раз будем разбирать на конкретных примерах поэтому если кого-то этот вебинар по раздельному ведению партнеров контрагентов интересен вы обязательно сообщите когда с вас обратную связь будут собирать мы вам информацию направим и по прошедшим вебинарам и по предстоящим скажите а кто-то сталкивался уже с проблемой ведения партнеров и контрагентов так вижу вопрос от Дмитрия разве контрагенты юрлицы не компонуются в партнеров к партнеру может быть привязано несколько юридических лиц и в то же время у партнеров может быть иерархическая структура вот я вижу что кто-то отключил партнеров да действительно бывает такое что ведение партнеров контрагентов оно путает пользователей добавляет им лишних шагов и если вы не работаете со сложными структурами то проще отключить эту функцию в то же время у нас был опыт такой когда при переходе на одиннадцатую при переходе на один вижу Дмитрий да что про юрлица и партнеры там да у партнеров есть иерархическая структура из-за этого можно назвать что это многие структуры вот когда у нас клиент начал работать без использования партнеров и контрагентов а потом решил вдруг что ему эта функциональность нужна я понял что вот тут вот конечно нужно как-то придумать как же ему перейти на новую систему функциональности она вот и есть и если она вам нужна ее использовать лучше конечно вот на старте понимать что вы будете это использовать для этого нужно изучить структуру ваших взаимодействий с вашими партнерами понять нужно не нужно какое количество таких партнеров для чего вы это делать будете тут же вы настраиваете фиксировать претензии клиентов работаете вы с этим или нет используете вы бизнес регионы если вы работаете только в своем городе тут нужно подумать хорошо над этой функцией зачем она вам нужна проекты ведения проектов сделки с клиентами отсюда вытекающие управление сделок роли контактных лиц то есть это уже настройки по которым тоже нужно принимать решения некоторые настройки конечно можно поменять все у меня база начала повисать некоторые настройки можно менять в позе работы но чтобы особенно если у вас есть интеграция систем с чем-то то конечно это нужно на старте все понимать далее настройка цен по настройке цены у нас тоже был вебинар тут вы принимаете решение есть ли у вас виды цен сколько у вас будет виды цен либо нет у вас какой-то сложной структуры цены вам вообще это не нужно ручные скидки будете вы их использовать либо не будете вы их использовать тоже у нас иногда бывает что нет мы не ставим ручные скидки не используем а потом понимается уже в процессе что все-таки они были нужны и здесь уже требуется перенастроек системы думать как это сделать использование автоматических сделок скидок в продаже то есть тут уже идет целый блок настроек по ценам по всем нюансам ценообразования далее у нас идут закупки продажи здесь важно использовать какие у вас продажи оптовые продажи розничные продажи если розничные продажи есть возможность включения кассового оборудования как это у вас будет реализовано вот здесь настройки как раз-таки все касаемо продаж нужно понимать все процессы ваших продаж то есть вы будете использовать соглашения типовые они будут индивидуальные соглашения соглашениями рекламентируется именно основные условия продаж скидки коммерческие условия договоры с клиентами они уже фиксируют именно юридическую сторону взаимодействия с клиентом то есть вы должны понимать нужно ли вам первое нужно ли вам второе какие соглашения вы будете использовать и это тоже настраивается на старте если вы индивидуальные соглашения не типовые используете договоры с клиентами вы должны понимать что вам нужно ваших менеджеров будет конкретно обучать чтобы они понимали где отражать условия отсрочки товара где отражать юридические нюансы взаимодействия с вашим покупателем допустим и каким образом это потом отражается в документах отгрузки какие ограничения это влечет в документах отгрузки то есть все ваши процессы должны быть подробно описаны для того чтобы вы потом могли объяснить своим сотрудникам очень часто ротация кадров в подразделениях продаж она такая концентрированная поэтому будьте готовы что вам своих сотрудников нужно постоянно будет этому обучать поэтому здесь бы я придерживалась стратегии минимального насыщения функциональности системы чем меньше вы дадите функций минимально необходимой тем вам будет проще потом далее блок закупки соглашение договора с поставщиками опять же это коммерческие условия это у нас юридические условия которые фиксируются что вы используете что не используете важно понимать потому что чем меньше функций тем проще вам будет работать заказы поставщикам опять же как у вас будет использоваться будут ли сами заказы использоваться будут ли контроль поступления при закрытии заказов поставщикам очень важная настройка которая идет ограничительная для работы пользователя и потом получаем обращение почему вот у нас система не работает пытаемся делать у нас только сложности ну потому что у вас установлены определенные контроли поэтому система умная она не дает вам работать неправильно так как в десятке уже везде учет не получится придется учиться и все делать правильно корректировки приобретения причина отмены заказов то есть это уже нюанс который мы понимаем что мы используем а что мы не используем условия порядок использования документов закупки и важный момент вы понимаете используете ли вы импорт или не используете есть ли у вас импортные закупки тут уже идет учет ГТД вы можете запретить операции без номеров ГТД то есть тут уже ограничительные функции начинаются которые либо используются либо нет так Дмитрий я вижу ваш вопрос тема интересная по партнерам и контрагентам я говорила в плане как прям заявляет 1С как у нас заявлено поэтому мы можем отдельно этот вопрос с вами разобрать вот менеджеру пометочку сделаем далее использование статусов документов тоже тут статусы с одной стороны полезная вещь с другой стороны это нужно очень много знать очень много уметь системе пользователю и контролировать свои действия поэтому не факт что оно вам нужно и не всегда оно используется дальше переходим склад и доставка вот тут вот тоже начинается веселье потому что нужно четко понимать как как у вас осуществляется работа на складе какие склады существуют то есть иногда компания говорит ой у нас там куча складов там куча всего а потом когда начинаем описывать процессы то и понимая собственник понимает человек ответственный за внедрение понимает что это за собой влечет такое подробное ведение учета то не всегда готовы к такой нагрузке на своих пользователей нужно четко прописать структуру ваших складов для чего вы их используете нужна ли портерная система на складе для чего вы это будете использовать порядок оформления самих накладных и расходных ордеров то есть как у вас происходит процесс у вас сначала заказы формируются затем ордера и накладные или как это все входит по складу склад одна из самых сложных систем один из самых сложных блоков поэтому его отдельно мы его пока не рассматривали у нас обязательно будет вебинар по настройке склада тут же у нас блок по доставке перемещением товара вот мы прям отдельный вебинар сделаем внутреннее потребление сборка разборка обеспечения потребности обеспечения потребности тоже нужно очень четко описывать ваши процессы и здесь указывается будете ли вы использовать обособленное обеспечение товаров сверх потребности будете разрешать обеспечение товаров поэтому если вы вклад автоматизируете с помощью 1С это нужно прям конкретно четко прописывать ваш процесс ни одна галочка не должна быть поставлена просто так блок казначейства это все что у нас касается платежных операций оплат зависит от того сколько вы счетов ведете какие как у вас кассы есть нету сколько их используется ли эквайлинг платежной карты все это настраивается в блоке казначейства мы уже немного я бы сказала много перелимителей по времени но все-таки вопрос важный и рассмотреть нужно я кстати забыла сказать что запись у нас будет если вдруг по таймингу я сама же все-таки вышла за пределы в записи вы сможете посмотреть если кому-то нужно срочно блок финансовые результаты контроллинг у нас отвечает за финансовый учет финансовый результат здесь мы указываем каким образом нам необходимо учитывать каким образом мы будем учитывать доходы расходы будем учитывать будем ли формировать управленческий баланс будем ли мы Смотреть более уже точные в разрезе доходов-расходов моменты. Тут также в блоке финансовые результаты контроля тоже есть одна очень важная галочка, на которую я хочу обратить внимание. Это передача товаров между организациями. Кто использовал этот функционал, кто сталкивался, у кого такой процесс есть, а он достаточно частый, то вот тут очень хорошо подробно автоматизированы процессы, продуман вот этот пункт. То есть, когда у вас несколько юридических лиц, закупки вы осуществляете на одну организацию, а продаете вы с другой организацией. С какой целью, это уже другой вопрос, но делают это очень часто. И этот механизм значительно упрощает создание регламентированных документов, отражение потом в реку, со стороны рек учета документации. И упрощает процесс передачи товаров между организациями, обозначает условия передачи. То есть, нужно ли контролировать остатки организации в разрезе организации. Либо вы это будете делать, допустим, там на конец месяца. То есть, вы весь месяц продаете, продаете, и системе неважно, на какой организации на данный момент находится товар, кому он принадлежит из ваших организаций. Либо нужно контролировать там еженедельно, либо как это будет у вас происходить, нужно понимать. Это зависит от ваших особенностей ведения учета, от ваших особенностей вашей сферы деятельности. Нужно этот момент очень хорошо продумать. Также можно отключить контроль остатков на время сеанса. Очень популярная услуга, я вам скажу. Потому что бывает такое, что, ой, машины стоят, не отгружаются, нам нужно срочно. И такая кнопка, если что, предусмотрена. Далее. Блок по настройке учета себестоимости тоже очень важный. Его нужно хорошо продумывать, планировать, посмотреть ваши процессы перед запуском. Ну, как я говорю, очень часто бывает, что купили программу, поставили и все, начали работать. Что там будет потом, а потом беремся за голову, потому что мы не понимаем, как оно работает. Настройки НСИ-разделов мы с вами рассмотрели. Есть большой блок настройки интеграции. Есть, выделено прямо с 1С документа оборот, потому что это очень популярная тема. Предусмотрена синхронизация данных. Можем развернуть, посмотреть. То есть настройки синхронизации данных с другими программами, они у нас настраиваются вот в этом блоке. И обмен электронными документами. Здесь у нас, если, ну и сейчас это тоже очень популярно, то есть используются электронные подписи, настройки электронных подписей, маршруты подписания. Все у нас рассматривается в этом блоке. Тут же у нас идет обмен с банками, потому что он тоже получается, это как часть электронного документа оборота. Входит в электронный документ оборот, обмен с контрагентами здесь настраивается. Кстати, это одна из наших сильных сторон. Мы очень хорошо в эту тему погрузились. И все, что касается электронного документа оборот, электронного документа оборот, документ оборот именно 1С, механизмами. Ну вот конкретно я этим достаточно долго занимаюсь, когда еще это не было столь популярно. У нас наше государство планирует в ближайшее время, к 2024 году, перейти полностью на электронный документ оборот. Ну и я думаю, что, конечно же, все организации тоже перейдут. Поэтому, если вы еще сильно не погрузились в эту тему, то вам не избежать этого. Вот, бизнес-сеть, один из сервисов 1С, интеграция с Яндекс.Кассой. То есть все, что связано с обменами электронными документами, у нас располагается в этом блоке. Вот, и еще хотела показать, где у нас располагается журнал регистрации, где мы можем посмотреть, то есть это НСИ администрирование, обслуживание и журнал регистрации. Здесь мы можем посмотреть все, что у нас происходило с темой, события, данные и метаданные, какие у нас происходили по системе. Это важный момент, сразу на старте вы должны понимать, где это смотреть. Ну и здесь можно смотреть ошибки, все события, либо какие-то изменения. Так, я сейчас смотрю по вопросам, прям буквально 5 минут, если что-то критичное, постараюсь ответить. Дмитрий, я вижу ваше замечание, возможно, где-то упрощаю свою речь. Стараюсь, чтобы было проще доносить. Поэтому, если, ну, я вижу, что у вас есть прям конкретные вопросы, давайте так с вами сделаем, отдельно свяжемся и ваши вопросы прям во встрече рассмотрим. Так, я вижу от Сергея вопрос про партионный учет. Хорошо, мы это по желанию учтем, это достаточно сложная тема, и мы ее поместим в отдельный вебинар. Пока не скажу, когда, но посмотрим, когда мы можем в свое расписание вебинаров включить. Коллеги, если у вас есть еще какие-то вопросы, с вами будут связываться наши специалисты. Также у вас есть возможность обратиться, вот когда рассылочка будет, вы можете, так, вот контакт сейчас я еще на экран выведу. Вы можете в ответ на рассылку, а также можете, вот по данным контактам сейчас на презентации, вы должны ее сейчас, вот, продолжить демонстрацию, вы увидите. Сверху наши контакты, можете обращаться по номеру телефона, на электронную почту, и всем участникам сегодняшнего вебинара доступна опция провести встречу конкретно по вашему вопросу. А также пишите все свои пожелания, обратную связь на электронную почту, постараемся все это учесть. Ну, на сегодня я тогда с вами прощаюсь, спасибо вам большое, будем ждать на дальнейших вебинарах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок